Туристический поток в Алтайском крае растет, а вместе с ним и цены на гостиничные номера. Они складываются из нескольких факторов. Например, на стоимость влияет место расположения отеля, количество звезд, предоставляемых услуг, сезон и даже вид из окна. Бесплатные услуги, такие как химическая очистка, стирка и глажка, автоматически включаются в стоимость проживания. Насколько подорожали услуги тех, кто занимается оснащением гостиниц и ресторанов и какая обстановка в сфере хорика, бизнесу ФМ Барнаул рассказала Татьяна Теслева, руководитель компании Дворецкий. Паника была первой, наверное, недели 2-3. У всех она была, и у нас в том числе. Но когда мы начали дальше продолжать работать, то есть мы понимаем, чем мы можем заменить европейские продукты из российских производителей. Паника ушла и все относительно стабилизировалось, и мы продолжаем работать дальше. Наши клиенты будут обеспечены бесперебойным товаром. Что будет с европейскими продуктами? Ну вот пока вопрос. В портфеле в нашем есть еще и европейские бренды. Они пока есть, они есть в России, они есть на рынке, но что будет завтра, они сами не знают. Наша цена относительно стабильна. В то же время, то есть мы все прекрасно понимаем, что у нас раз в год есть повышение цен у каждого производителя. Но это повышение 5-7%. Соответственно, у нас повышение цены у наших отечественных производителей, оно тоже было, но оно было не 15-40%, как у европейских брендов. Цены повышались, но это было не критично. Что касается организаций, которые работали на европейских брендах, для них, конечно же, плачевно в том плане, что если повышается средство для стирки в цене, соответственно, повышается и себестоимость стираемого белья, но это уже влечет за собой увеличение услуг, то есть это предоставление проживания, то есть это уже будет рассчитываться, соответственно, из всех расходов, которые ложатся на гостиницу. Компания «Дворецкий» работает практически со всеми ресторанами и гостиницами Алтайского края. Моющие, чистящие средства и текстиль она использовала отечественных производителей и до санкций. Поэтому сейчас сложности с обеспечением клиентов профессиональной химией и инвентарем нет. Скорее наоборот, потребности в их услугах выросли, а бизнес стал еще прибыльнее, продолжает Татьяна Теслева. Был такой случай, когда мы до Нового года продавали технику. У нас, получается, закупочные цены были в долларах, евро. Когда мы сейчас начинаем ее закупать, она у нас получается дешевле, нежели чем в прошлом году, потому что курс доллара сейчас ниже. Поэтому нам тоже на руку в том, что та техника, которая была раньше дороже, она сейчас значительно дешевле. Нам хорошо. У нас по лицу он собходился порядка 34, сейчас он стоит 17. Разница ощутима. Но, опять же, какая цена будет завтра, никто не знает. Ну, то есть, если в декабре мы работали, у нас относительно стабильные были цены и могли счета выставлять на 5 дней и эту цену фиксировать для конечного потребителя, то сейчас у нас счет действует всего день, потому что мы не знаем, как завтра, будет ли эта цена актуальна или нет. В этом, наверное, минус, потому что, ну, нет определенных гарантий в поставке по той же цене в ближайшее время. По мнению эксперта, несмотря на то, что сфера Хорика ввиду санкций и других особенностей современности не испытывает серьезных сложностей, цены на проживание в гостиницах вряд ли пойдут вниз, поскольку российская химия хоть и немного, но подорожала и стала приближенной к прежним ценам европейских брендов. А европейские бренды выросли в разы и если отели, которые привыкли к зарубежной химии, продолжат ею пользоваться, то, скорее всего, цена за номер у них серьезно вырастет. Выдержат ли такие гостиницы конкуренцию или перейдут на отечественных производителей в обслуживании, будет понятно спустя какое-то время. Галина Юмашева, Бизнес-ФМ, Барнаул.